Всем добрый день! Спасибо за проявленный интерес. Сегодня мы с вами снова немного окунемся в Excel и немножечко посмотрим ряд задач, которые позволяют нам решать с помощью инструмента условное форматирование в нашем замечательном Microsoft Excel. Кто, если со мной еще не знаком, меня зовут Ольга Кулешова, я являюсь преподавателем в специалисте по полицейским направлениям. Это практически все программы, которые входят в состав Microsoft Office. Более подробную информацию, конечно же, вы можете найти на нашем сайте специалист.ру или, я так полагаю, что уже с некоторым мы встречаемся не в первый раз. Так, я, в принципе, провожу обучение всем польским программам. Это Excel, PowerPoint, Visio, Access, Word и Outlook. Ну, в большей степени, конечно, Excel, поэтому со мной в мастер-вейн на вебинарах можно встретиться именно по части Excel. Что мы сегодня с вами рассмотрим? Это будет несколько задач. Ну, в целом, посмотрим, как можно создать с помощью условного форматирования легенду, чтобы не просто там происходило какое-то оформление в ячейках, а чтобы можно было сразу никуда не отправлять внутрь программы, понимать, при каких обстоятельствах что происходит. Ну, то есть немножечко доработаем. Потому что, например, если взять сравнение программы видео, что подобное мы там тоже можем делать, там легенду можно создать буквально двумя щелочками мыши. Здесь нам пока ничего такого не предлагают. Ну, наверное, особо запросов, может быть, не было. Или просто никак не могут решить, в каком виде ее представлять. Ну, то есть либо надо куда-то ее выгружать в ячейки, либо как графическое представление. Но вопросы данные уже будут меняться, обновляться. Вот с этим, наверное, все связано. Но, тем не менее, если нам надо, мы с вами создадим немножко, похитрим. Так, затем посмотрим, как вариант можно с помощью условного форматирования убирать также ошибки. То есть не с применением функции, если ошибка на что-то заменять. А может быть, вы хотите их прямо оставлять в ячейках, но просто чтобы не рябили в глаза. Дело в том, что если вы даже сталкивались с пользовательскими форматами, то, к сожалению, на ошибки они никак не действуют. Потому что ошибки, которые у нас начинаются с решетки, там решетка ND или NA в английской версии и так далее, они все не позиционируются у него ни как число, ни как текст. Ну, а других форматов мы с вами задавать толком и не можем. Дальше мы с вами посмотрим, например, что с помощью условного форматирования в принципе мы можем сравнить наши таблички. Ну, к примеру, сразу выделить те позиции, те наименования или те коды, которые присутствуют, или как вариант, который отсутствует в нашей табличке. Чтобы не ориентироваться, может быть, порой на какой-то еще вспомогательный, расчетный столбец, а чтобы прямо сразу смотреть и понимать, что это такое. Ну, и в принципе, на самом деле, с условным форматированием можно решать разные задачи, и в большей степени здесь человек упрется в то, что необходимо просто знание различных функций. Чем больше мы знаем, тем больше всяких условий мы можем задать, ну, и как вариант, соответственно, получить на них результаты. То есть, ну, например, одна задача просто часто спрашивали, поэтому я такой перечень задач на сегодня и представила. Например, как сразу выделить в табличке строчки, где не все данные введены. Ну, то есть подразумевается, что в каждой ячейке каждой строки, каждого столбца значение обязательно должно присутствовать. И вот чтобы не надо там вглядываться, где еще осталось пустенька, сразу прямо открываем, видим там выделение каким-то цветом строчку, значит, понимаем, что в этой строке чего-то не хватает. Так, ну, и как вариант, иногда для удобства вариантов, мы выделим с вами строчки при работе с датами, то есть там, где будут, например, у нас выходные дни, или, например, там рабочие дни. Если мы захотим, мы можем также сделать еще и праздники там различные. Ну, то есть тут уже практически все по аналогии, там плюс-минус какие-то вариации. Ну, и как вариант, в принципе, тут только упираемся, если что, в знании функций можно также выделять и строчки через нужное количество. Ну, к примеру, у нас, конечно, есть стандартные форматы таблиц, но если мы хотим с вами в какой-то определенной очередности, ну, не знаю, там каждую четвертую, да, или там, не знаю, каждую тринадцатую, каждую двадцатую, каждую сотую, то чтобы руками это не делать, тоже, в принципе, опять же упирается в знании функций, все это с помощью условного форматирования доступно. Ну, то есть вот приблизительно на сегодняшнюю нашу с вами как бы встречу я накидала такой план. Так, значит, ну, собственно говоря, к материалам в рамках вебинара у вас там прикреплен файлик, поэтому если вы желаете, вы можете параллельно также с ним работать, он точно такой же, как у меня, ну, и я, соответственно, в него переключаюсь. Значит, первый наш вопрос, как бы, это вопрос, связанный вообще в целом с легендой. Ну, я решил это сделать на примере наших значков. В принципе, как вы понимаете, если мы ставим условное форматирование просто в отделении там ячеек, если значение больше пятидесяти или значение меньше, там, десяти, мы тоже это можем сделать, ну, просто не значки будут, а какое-то форматирование. Но в целом это равнозначно. Так, ну, напомню, вообще, само условное форматирование, оно у нас присутствует в программе давно, и если говорить, то начиная с 2007 версии, оно, конечно, сделало такой приличный прорыв на фоне того, что было до этого, потому что ранее у нас к одному диапазону можно было применить только три условия. Ну, и ни о каких условиях, типа, там, значки, чеи, гистограммы и так далее, речи, конечно, на тот момент идти не могло. Начиная с 2007 версии, возможности расширились, ну, а если говорить, то еще лучше уже такие маленькие недоработки, которые они, наверное, не успели подправить или еще, может быть, не обнаружили толком. В 2007 версии они уже подправили в 2010, и начиная с 2010 версии, то есть и 10, и 13, и 16, мы уже имеем одинаковую функциональность, то есть без всяких там каких-то проблем, немножко недочетов и так далее. Ну, вот задача у нас такая, здесь вот как картиночка внизу, я оставила свою прежнюю легенду, то есть нам нужно в зависимости от того, какое количество было продано, показать это визуально значками, то есть если было до 700, то, например, там красный значок, да, если от 700 до 1000 включительно, то это желтый, ну, и типа отличный показатель, если количество продаж составило свыше 1000 позиций. Тогда мы с вами выделяем, соответственно, все данные, которые нужно форматировать. Условное форматирование мы всегда это делаем с учетом того, что мы не хватаем и не выделяем с вами заголовки, потому что если мы будем выделять заголовки, то это будет, ну, что называется, неправильно. И в некоторых случаях они могут тоже оформляться, ну, вроде как не с чего было, да, а в некоторых случаях это будет создавать нам лишние проблемы, то есть скос на позиции. Так, соответственно, условное форматирование, как и любое другое форматирование, у нас располагается с вами на вкладочке «Главное». И в группе стиля у нас есть условное форматирование. Ну, стандартные правила выделения ячеек, простые правила обычно их все находят. И вот то, что началось только с 2007-й версии, это гистограммы, цветовые шкалы и набор значков. Ну, набор значков бывает 3-4-5 оценочные. Если их сразу выбирать, то ваш диапазон от минимального до максимального значения приравнивается 100%, делится на три части, и, соответственно, одну часть оформляют одним цветом, ну, красным условно, вторую – желтым, третью – зеленым. Но достаточно часто мы их настраиваем, поэтому я зайду в другие правила. Ну, и теперь у нас задача какая. Вот я здесь сделала, ну, как бы маленькую табличку-заготовку. С какой целью? Чтобы такую живенькую потом все получалось, мы в качестве наших значений будем не вручную вносить значения здесь, а ссылаться на ячейки. Это позволит, во-первых, всегда иметь легенду, ну, актуальную, да, под эти изменения. И во второй момент нам не придется больше бежать и редактировать правила всякий раз при изменении вот этих вот пороговых значений. Ну, во-первых, здесь всегда по умолчанию тип стоит процент, поэтому сразу меняем на число. Ну, и теперь нам нужно в нижней позиции указать меньшее значение, в верхней, соответственно, больше. Тогда в нижнюю вместо нуля я делаю ссылку на ячейку G4, где у меня на текущий момент содержится значение 700, ну, а в верхнюю я делаю ссылку на ячейку G6. Ну, так как я до этого не удалила этот ноль, то обращайте внимание, что, естественно, перед адресами ячейки обязательно должно стоять знак равного. Ну, и, к примеру, тут уже мы можем выбрать любые комбинации. Такая возможность выбора нам доступна с 2010 версии. В седьмой версии, как вот вы выбираете там набор значков, так он только и остается. Ну, я тогда сделаю таким же, как у меня был в образце картинки. То есть красный значок сделаю в виде крестика, желтый пусть будет восклицательный знак, ну, и зеленый сделаю в виде зеленого кружочка, но с галочкой. Ну, удобства еще в наших седьмых версиях такого не было. Вот начиная с десятой версии, если вам какие-то позиции не нужно показывать, вы, конечно, легко скажете мне значка ячейки. Так, варю, окей. Ну, и в результате... Так, что-то я, наверное, тут промахнула где-то. Сейчас понаглядим. Ну, да, два раза G6 указала. Так, значит, в результате тогда... Саша, G4, конечно же. В результате у меня тогда будут показаны как красные, так желтые, так и зеленые значки. Ну, четко исходя из того, как, например, требовалось в нашей задаче. А теперь смотрите, чтобы создать легенду, ту, которую нам программа не хочет предлагать, нам с вами нужно... Ведь значки-то делаются к ячейкам, в которых содержатся числовые значения. То есть, в принципе, может быть само число, может быть дата, да, или может быть время. У нас это все с вами является числами. И тогда нам, по сути дела, здесь нужно показать с вами значения, которые будут показать, попадать в эти диапазончики. И для них, по сути дела, применить эти же правила. Поэтому, например, чтобы он точно всегда попадал в границу, которая у нас будет свыше максимального нашего значения заданного, я могу здесь какую-нибудь простенькую формулу написать, ну, типа это значение, например, там плюс один, да. То есть оно всегда будет заведомо больше. Ну, сейчас давайте я на всякий случай верну. Вначале я верну формат общий, а то будет не видно. Соответственно, там, где мы попадаем в интервал между 700 и 1000, ну, чтобы уж наверняка попадать, можно вспомнить про какое-нибудь замечательное усреднение, да. То есть, например, взять сумму этих двух чисел и разделить на 2, чтобы уж мы наверняка где-нибудь были всегда в этом диапазоне. Ну, а все, что касается до первой границы, тогда мы тоже, например, пропишем формулу. Это значение, допустим, за вычетом единички. И затем мы их скроем. То есть вот они у меня уже были скрытые, но потом мы их с вами тоже скроем. Теперь мы тогда к этим ячейкам применяем правила. И, в принципе, можно, конечно, выделить ячейку, нажать на кисточку формат по образцу и выделить эти ячейки. Ведь условное форматирование, оно с таким же успехом у нас меняет наше форматирование, да, они переносятся с помощью кнопки формат по образцу. И теперь тогда единственное, что мне сейчас не нужно. Мне, конечно же, не нужны сами эти значения. Тогда это решается достаточно просто. При выделенных ячейках мы заходим в формат ячейки. И вместо некого общего формата вставим все форматы. И в поле тип мы можем с вами, согласно ряду требований, которые здесь предъявляются, создавать свои политические форматы. Вот форматы серии «Ничего не покажу» выглядит достаточно просто. Можно поставить три точки запятые, потому что у нас есть четыре группы. И когда вы скажете «Окей», то при любых уже цвете шрифта, цвете заливок, он никогда это значение показывать не будет. Ну и практически что получается? Вот эти значения 700 и 1000 – это у нас ссылки на вот эти верхние и нижние ячейки. То есть если вместо 700 я поставлю, например, 600, то тогда у нас с вами сразу только то, что до 600 будет красным значком. А если я, наоборот, поставлю 800, то у нас красных ячеек будет больше. Если вместо 1000 я, к примеру, поставлю 1200, то просто зеленых ячеек у нас окажется меньше. То есть здесь, конечно же, вы видите, ну по количеству столбцов видно, что каждый из них находится в своем столбце с какой целью, чтобы мы могли с вами легко на эти ячейки ссылаться. Ну и своего рода, ну если что, границы сделаем. У нас с вами получается не что иное, как действительно такая вспомогательная легенда, которая нам будет рассказывать, при каких обстоятельствах у нас что-то есть. То есть практически что мы получаем? Мы получаем расшифровку того, при каких обстоятельствах какой значок здесь есть. И второй момент, мы легко на это можем влиять. То есть нам не надо бежать и править уже правила, достаточно всего лишь менять значение в этих ячейках. Вот так, что называется, создали мы с вами легенду условного форматирования через сам инструмент условного форматирования. Так, понятненько, да? Теперь давайте окажемся на втором листе. Он называется ошибки. Я здесь оставила небольшую табличку. Ну, как вы понимаете, количество строчек в целом не имеет никакого значения. Наши ошибки, которые содержатся в ячейках, ну вот даже если я применю тот же самый формат, который мы видели сейчас, прекрасно прятал все данные, да, то к этим ячейкам, как бы я ни старалась его применить, вы видите, они игнорируются. Ну, потому что реально он их воспринимает совсем иначе. И тогда что мы с вами можем сделать? Естественно, поставить уже какое-то правило. Но здесь уже, естественно, потребуется знание функций. То есть мы тогда выделяем все ячейки. У меня же правило где угодно, ну, я имею в виду, ошибки могут оказаться. Прямо сделаем на всю табличку. Для этого можно указать ячейку А2, ну, и с помощью клавиш быстро выделить Ctrl-Shift стрелка вправо, Ctrl-Shift стрелка вниз. Ну, и затем отправляемся в условное форматирование. И все, что вы ставите не напрямую, типа больше, меньше, между, это вы можете задать через создать правило. И здесь нам будет нужен такой мощный пункт, который отвечает за использование формулы для определения форматируемых ячейок. То есть ниже мы с вами должны задать формулу. И если результат этой формулы, то есть мы сравнение, на самом деле, условий задаем, будет истинно, да, то тогда у нас будут форматироваться ячейки. Ну, а если ложь, тогда, соответственно, не будут. Как нам выявить? Ну, во-первых, здесь всегда мы начинаем с вами со знака равно, любую абсолютно формулу, что бы там ни было. И любое наше, как бы, деление на ноль, там, знач, ND, да, все это будет привязано непосредственно к ошибкам. А в этом случае у нас с вами есть замечательная функция, которая называется EOH. Ну, это функция из категории информационных, которые позволяют нам с вами рассмотреть и найти, как бы, где ячейки, в которых ошибки. И тогда в качестве аргумента мы берем и ссылаемся на нашу самую первую ячейку. На первую ячеечку. И здесь нужно обратить внимание на то, что ссылки всегда ставятся абсолютные, а нам она нужна, меняющаяся. Потому что нам нужно, чтобы он смотрел потом и вправо, и вниз. То есть я всегда здесь говорю обычно так. Представьте, что вы пишете формулу вот в этой первой ячейке, и вам дальше нужно ее написать с такими ссылочками, словно вы копируете затем вниз и вправо, и все это должно работать. Соответственно, тогда несколько раз, понажимав клавишу F4, которая у нас отвечает за смену типа ссылок, мы оставляем только относительную ссылку, в данном случае A2. Ну и, например, задам какой-нибудь цвет. Ну, допустим, красный цвет заливки, отлично сразу бросающийся в глаза. И тогда вы видите у нас четко с вами, ну, только три ячейки, в которых действительно можно было здесь и так видеть. У нас решетка значит там или деление на 0. Или, например, вы не хотите использовать там функцию «Если ошибка». Вы, может быть, хотите посмотреть, ну, как бы, наоборот, спрятать их. Тогда как быть? Тогда вы можете вернуться обратно в управление правилами. Наши правила, которые мы задали, показаны. И вот мы уже видели, что нельзя сделать для нее формат, который их не будет показывать. Но как вариант можно поступить каким образом? Поставить, например, белый цвет заливки и белый цвет шрифта. Ведь если у нас с вами будет условное форматирование, вот я говорю «применить», то он мне показывать их не будет. А если мы даже с вами будем, например, менять цвет шрифта, то так как условное форматирование имеет приоритет, то в этом случае никакие ошибки нам тоже на глаза попадаться не будут. Поэтому, вы видите, можно решить две задачи, по сути дела. Это ошибки, наоборот, выделить, чтобы привлекали наше внимание, или, наоборот, их сделать невыедимыми на листе, чтобы на них внимания не обращать. Поэтому тут по ситуации. Еще, например, наша следующая задачка. Есть задача на сравнение у нас сейчас с вами будет. У нас есть с вами список сотрудников на листе сотрудники 2015, и их здесь, как вы видите, 50 человек. А вот на листе, например, сотрудники 2016, их уже не 50, а 43. И при этом нельзя сказать, что, например, это могут быть все 43, которые у нас были в 2015 году. Может быть, часть какая-то действительно оттуда. Может быть, часть какая-то, ну, что называется, новая и так далее. Тогда какие возможны варианты? Ну, на самом деле, давайте, например, вначале сделаем примитивно к сотрудникам 2016 года. Вот, например, хочу выявить тех сотрудников, которые у нас были в 2015 году. Ну, то есть не мы смотрим там Ангелочкин, Антон Алексеевич, где вы? О, нашелся, значит, вы есть. Тогда как это можно сделать? Опять же, например, один из вариантов с помощью условного форматирования. То есть мы тогда выделяем те ячейки, где мы хотим применить форматирование. То есть все наши фамилии, начиная с ячейки B2 и ниже. И заходим в условное форматирование. Опять же, создать правило с использованием формул. То есть это самый мощный пункт в нашем условном форматировании. Через него можно задать любые правила, которые, на первый взгляд, казалось бы, ну, серии такой не бывает или невозможно. Соответственно, равно. И вот здесь, например, задействуем с вами простую функцию, которая у нас называется счет если. И принцип будет такой. Мы на листе предыдущего года, 2015, будем просматривать список наших фамилий и искать каждую текущую. И, соответственно, если он найдет нам совпадение, то функция счет если будет нам выдавать, ну, как минимум единицу. А если вдруг у нас с вами будет этих сотрудников случайно задублированы, ну, тогда счет если будет выдавать, скажем, по-другому любое положительное число. Поэтому здесь мы берем и прописываем функцию счет если. Но, к сожалению, пока нет ни одной версии Excel, в которой он бы в условном форматировании давал бы подсказки по функциям. Поэтому, если вы забываете, вам нужно в этом случае закрыть окошко, просто вспомнить это, ну, скажем так, в ячейках на листе, и затем уже пойти и заново сюда либо внести, чтобы получше запомнить, либо просто уже скопировать. То есть мы берем тогда функцию счет если, открываем скобочку, и в этой функции у нас два аргумента. Первый аргумент называется диапазон, или по-другому где мы ищем. Второй аргумент называется критерий, условия. Другими словами, что мы ищем. И, соответственно, диапазон, это у нас тогда будут данные с предыдущего листа. То есть тогда я иду на лист сотрудники 2015, и, в принципе, я могу здесь выделить даже и полностью столбец B. Или при необходимости выделяем только определенный диапазон, ну, и он должен быть у нас абсолютной ссылкой, чтобы при копировании формы ничего не менялось. Так как в условном форматировании при выделении он всегда по умолчанию ставит абсолютную ссылку. То есть для таких примеров, можно сказать, программа вам помогает. Так, точка с запятой, как разделитель. Помните, если вдруг западные стандарты, то если в функциях вы будете через запятую, здесь также должна быть запятая. Ну и теперь вопрос, что мы там будем искать. Что мы будем искать? Мы будем искать значение, которое у нас находится в таблице, в котором мы планируем с вами выделять. Первое значение у нас в ячейке B2. И здесь будьте внимательны с чем? Что у нас ссылка абсолютная, но он же дальше должен искать и везунчику, и веселую, и добрейшую, и так далее. Поэтому у ячейки B2 как минимум нужно убрать доллар перед двойкой. То есть мы говорим, если на том листе ты встретишь значение, как вот в текущей ячейке, это мы задаем для функции счет если. И если у нас результат окажется больше или равным единице, ну если у нас таблица без повторения, то это единичка. А если вдруг там список с многократными повторениями, то там тогда может быть и 2 и 3. Однако, если вы знаете, что там нет повторений, можно и просто поставить условие равно единичка. Ну и теперь остается задать формат, какой-нибудь цвет заливки. Заливка обычно лучше видно, поэтому я поставлю заливку. Ну и говорю окей. И еще раз окей. И тогда, раз мы поставили условие больше или равно единичке, то это говорит о том, что мы сейчас с вами видим выделенные те ячейки, которые у нас есть и в одной, и в другой таблицах. Но при этом, например, все, что мы с вами получили невыделенным, неоформленным, это говорит о том, что их там нет. Ну вот, например, действительно там нижние 4 позиции нет. Ну я просто знаю. А вот второй, смотрите, он у нас везунчиков Виктор Васильевич. Ну так написали, как смогли, да. А в предыдущей табличке у нас был везунчиков нормальный, написано Васильевич. То есть, естественно, вот если вдруг будут какие-то отличия там, то программа, конечно же, их тоже найдет. Ну и в соответствии с нашими условиями либо выделит, либо не выделит. То есть, если я здесь нормально теперь поставлю, что он Васильевич, то тогда, вы видите, у нас сразу на него тоже пришло выделение. То есть, в принципе, мы можем выделить, наоборот, те, которые не совпадают, да, и потом просто пойти проверить, так, в чем дело. То ли у них отличие по написанию, да, то ли вообще оно отсутствует как таковое. То есть, как несложно догадаться, если в этом правило мы поменяем условия и, скажем, просто равно нулю, то тогда, ну и давайте чем-то там покраснее, то тогда, наоборот, у нас будут с вами выделены красным цветом все те позиции, которых, наоборот, нет в том списке. Поэтому вот если важна именно зрительная составляющая, то, конечно, условное форматируемое ни в коем случае не руками будет нам с вами здесь таким верным подспорьем. То же самое, если мы захотим сделать в 15-м году, да, мы напишем просто формулу счет если мы будем искать в столбце B16 года и искать каждое значение из ячейки B2 уже в табличке 15-го года. Если нужно будет сравнивать по двум параметрам, то, как несложно догадаться, у нас же есть не только функция счет если, а есть также функция счет если мы. Ну, просто в нашей формуле вместо одного диапазона и одного условия, да, будет еще один диапазон, прямо дальше в продолжении написано, еще одно условие критерий. И в зависимости от того, будет это значение в другой табличке или нет, мы также с вами либо получим результат, то есть форматирование, либо нет. Так. Теперь следующая наша задача – это дни недели. Ну, кто-то работает с датами чуть больше, кто-то чуть меньше, поэтому иногда, может быть, немножечко даже первый взгляд кажется, как же ее решить. Это просто связано с тем, что, допустим, не знается какая-то функция. Вот для того, чтобы выделить в нашей табличке, например, прям строчками будем выделять дни, которые у нас приходятся на субботу и воскресенье, нам же нужно на фоне этих дат выбрать, как бы, кто является в субботу и кто в воскресенье. Ну, и, конечно же, мы с вами не будем рядышком делать салбес, идти вот там прописывать понедельник, вторник, среда. Для этих целей у нас во всех версиях Excel есть такая замечательная функция, как «Ден нет». У этой функции, вот если, например, вы с ней не сталкивались, вы ее начнете писать, выберете, и два аргумента вы видите всего. Дата в числовом формате, то есть, к примеру, нам нужно сослаться на ячейку любой даты. И когда вы ставите точку с запятой, вот начиная с десятой версии, он всегда на экране эти подсказки дает. Седьмой он еще, ну, что называется, жадничал. И вот здесь, как правило, у нас коэффициент 1, 2 и 3. И, как вы видите, это просто разные системы счислений. Наша с вами подходит под цифру 2. Когда у нас с вами понедельник, первый день, ну, нам так привычнее, да, воскресенье, соответственно, седьмой. Поэтому, если мы с вами с помощью этой функции найдем, что эти дни у нас шестые или седьмые на неделе, то мы и сможем это все отформатировать. Ну, давайте этим пока и воспользуемся. Если вы хотите форматировать строчки, то вам прямо нужно выделять, ну, скажем так, нужное количество столбцов по-другому, строками вашей таблички. Хоть, ну, весь лист не надо выделять, потому что лишнее форматирование. Ну, вот в рамках той области, которая вам требуется. Идем также в условное форматирование, создать правило. И говорим, что будем использовать формулу для определения форматированных ячеек. Равно. Ну, соответственно, нужно взять функцию den.net. Den.net. Открываем скомочку. И ссылаемся на первую ячеек. Ссылка у нас опять абсолютная. Но нам нужно как? Чтобы он всегда смотрел в столбец B. Только в столбец B. Независимо от того, какой бы столбец мы с вами по отдельности выделяли бы. Но при этом в разные строки. Поэтому ссылка должна быть смешанной. И мы выбираем доллар только у строки. То есть доллар B3. Так, точка с запятой. И, как мы выясняли, тип. У нас с вами второй. Вот, если бы мы просто воспользовались этой функцией, то мы бы сейчас в ячейках получали все цифры от 1 до 7. Ну, так, последовательно по кругу повторяющиеся. Но нам же нужно поставить условие. Если меня интересует суббота, то ответ этой функции должен совпадать со значением 6. А если меня будет интересовать воскресенье, то ответ должен быть 7. Ну, в принципе, так как у нас больше 7 не бывает, то есть значение от 1 до 7, то мы можем с вами поставить условие немножечко упрощенно. То есть, например, больше или равное 6. Ведь у нас только как раз 6 суббота, ну и 7 воскресенье как нам нужно. Или, как вариант, что тогда нужно будет делать. Как вариант, здесь можно будет добавить функцию i. И как бы будет наша одна часть. Это вот день недели, равный 6, точка запятая. И день недели такая же функция, только равная 7. Или так как других дней нет, то мы можем сейчас спокойненько поставить больше не равной 6. И задаем какой-нибудь формат. И тогда, когда мы с вами завершим эту формулу, то в результате у нас с вами действительно, давайте я ее здесь внизу пристрою, у нас с вами действительно будет ничто иное, как оформление наших дней. Ну, если вы не помните, когда и где, то у нас с вами 5 и 6, мы как раз с вами видим 12 и 13, ну и так далее. То есть все четко, это мы с вами еще можем переврать. А программа прекрасно знает, когда у нас суббота, воскресенье и так далее. Если хотим выделить наоборот рабочие дни, значит, можно еще разочек заглянуть. Или, например, может быть и то, и другое. И тогда здесь также по аналогии воспользоваться функцией, как несложно догадаться, той же самой день нет. Также сослаться на ячейку даты, не забыть убрать доллар перед цифрой. И сказать, что у нас также вторая система исчисления. Но если эти дни у нас будут раз рабочие, то это с первого по пятый. Поэтому мы опять можем сделать попроще. Сказать, меньше или равное 5. И рассказать, что в эти дни надо обязательно поработать. Ну, к примеру, голубенькие. И тогда мы четко видим 5 дней. Ну, там, по идее, 2. 5, 2 и так далее. Ну, в зависимости от того, с какого дня начался наш вообще месяц. А, например, еще хочу выделить праздник. Ну, вот, допустим, у нас с вами в этом месяце праздник есть только 4-го числа. Как вариант, можно это сделать ссылку на ячейку. Особенно, если, может, командировки у меня будут постоянно изменяться. И тогда давайте поставим праздник, например, каким-то там красным могучим цветом. Мы идем тогда в условное форматирование. Также создать правило. Но теперь тогда нам нужно правило какое. Нам же не нужно проверять какой-то день недели праздник. Он в любой день на неделе праздник. Поэтому говорим, что если текущее значение даты, это ячейка B3, у которой мы убираем доллар перед тройкой, окажется равным, и ссылаемся на ячейку нашего праздника. Ячейка праздника остается у нас абсолютной, потому что куда бы мы с вами дальше ни копировали, он должен брать четко, всегда смотреть в эту ячейку и сравнивать с его значением. Ну, и задам уже там мощный красный цвет. И тогда эта ячейка, естественно, у нас будет красной. Ну, если вдруг праздник будет перемещен, то, естественно, оно будет переоформляться. Ну, и хочу здесь еще один вариантик показать, например, на предмет командировок. Но, смотрите, в любой момент у нас количество ячейок может меняться. Тогда это удобнее сделать не напрямую, выделять вот так вот каждый раз ячейки, и 4, и 5, потом еще может быть и 6, и 7. Это может быть достаточно долго. А можно сделать с использованием имен. Ведь мы можем как выделять ячейки, так и ссылаться на них, используя именованные диапазоны. Тогда я эти пока две ячейки выделяю. А, видите, я даже оставила. И вверху уже появляется имя командировка. То есть, по всей видимости, я его просто забыла удалить. Ну, вот я сейчас возьму вообще все имена, которые есть, здесь удалю. Ну, как бы вернусь в исходное состояние. Какие-то, вы видите, даже пришли из другого файла, когда я копировала таблички. Ну, вот, например, ничего не было. Никто ничего не видел. Исходное состояние. И мы тогда выделяем эти две ячейки. И здесь в поле имя, ну, например, так и пишем, допустим, там, командировки. Ну, это имя внутреннее. То есть, вы можете, если хотите, его даже и сократить. Если что, к регистру он вообще нечувствительный. Для него главное совпадение по буквам. Ну, и напомню, к именам у нас еще требование, нельзя вводить пробелы. Пробелы. Оно не может начинаться там с цифры. То есть, реально может начинаться с буквы, нижнего подчеркивания или слэш обратно. И вот теперь тогда мне нужно поставить условие. То есть, тогда мы также по аналогии выделяем. Заходим в главное условное форматирование создать правило. И выбираем использовать формулу для определения форматируемых ячеек. Равно. То есть, теперь нам нужно прописать с вами какую формулу. Нам нужно, чтобы он просматривал и смотрел. Если это у нас будет, если это значение будет у нас встречаться в этом списке командировок, то мы должны его оформить. Ну, один из вариантов. Можно опять это сделать без всяких там проблем с помощью функции счет если. То есть, я снова воспользуюсь функцией счет если. И нам тогда нужно сказать ему как. Что если в нашем диапазоне командировки, здесь вы можете писать руками, или как вариант можно нажимать с клавиатуры клавиши F3 и выбирать наше предлагаемое имя. Ну, если вдруг бывает всякое не предлагая, значит, тогда ручками прямо написать командировки. Точка с забитой. Мы говорим, если в этом списке командировки. У меня после этого списка. Так, дубль два. У меня что-то клавиатура перестала вводить символы. Так, значит, беру снова счет если. Давайте, чтобы не мучиться, напишу тогда руками. Значит, командировки, точка с запятая. И ссылаюсь также на ячейку B3, у которой убираю доллар перед троечкой. То есть, смотрите, мы с вами сравнение решали двух списков через счет если. И также по аналогии сейчас решаем и выделение строчек, содержащих нужные значения. Ну, в принципе, задачи-то похожи. И мы говорим также, если это значение у нас окажется, ну, на всякий случай можно поставить больше или равно единице. И затем просим какой-то цвет. Ну, для разнообразия пусть будет зелененький. И тогда, вы видите, сейчас у нас командировки 10 и 11 числа, они четко у нас выделились. Но сделаю вид, что командировка продолжается. Ну, допустим, там до 15-го числа. Естественно, сейчас он их не знает. И тогда нам нужно просто не ходить там что-то менять. А что удобно, мы просто поменяем диапазон для имени. Можно либо зайти в формулы диспетчер имен, либо с клавиатуры это быстро клавиши Ctrl F3. И здесь тогда вы берете и заново, по сути дела, можно взять и перевыделить эти ячейки. Недоперевыделила. Так. Все. И подтвердить. И тогда ведь наша функция теперь прекрасно знает, что именованный диапазон командировки уже содержит 5 дат, там 5, 6, сколько будет, да. И он прекрасно их тоже все оформил. Как вы видите, у нас ушли суббота-воскресенье. Причина тому, что последние правила, которые вы создаете, они являются более приоритетными. Поэтому если я зайду в условное форматирование управления правилами, ну, единственное, я оставил курсорчик в пустой ячейке, ничего страшного в этом нет. Вместо фразы «текущий фрагмент» нужно просто попросить, чтобы он показывал правила на этом листе. И вот, пожалуйста, весь наш список. То есть если я хочу, наоборот, выделить выходные, ну, тогда это будет немножечко неправильно, потому что я буду их показывать как выходные, и может показаться, как будто в этот момент моя командировка прервалась. Но, тем не менее, помните, здесь всегда есть приоритеты. То есть вот если я выходные дни наверх поставлю и применить, то, видите, я показываю, что 2 рабочих дня, 2 выходных, и типа 2 еще продолжаются. Но, наверное, это не совсем правильно, поэтому я возьму и верну их обратно. Поэтому если что-то с правилом не так, подправить, то всегда в управлении правилами вы это сможете сделать. Поэтому мы задействовали функцию «ден нет», которая позволяет нам определить день недели в виде числа. И уже на основании сравнения этих чисел мы можем спокойненько выделять тут хоть каждый вторник, хоть каждый четверг, если они нам как-то важны. Так, ну и теперь еще одна наша задачка, например. Я ее назвала так «полосы». То есть, условно, идет табличка типа «год с января по декабрь», потом «итого». Опять, допустим, следующий год, ну или какой-то цикл, не знаю, там, наименований, да, что-то нужно посчитать. То есть я не хочу бегать и сама выделять эти строчки «итого» всякий раз. Я хочу, чтобы он это делал сам, как бы, старательно и усердно. Для этих целей нам нужна будет функция, ну, по сути дела, нам нужно привязаться к нумерации на листе, потому что иначе как, да, ну и задать некую кратность. Это тоже мы сейчас с вами проделаем с использованием непосредственно функций. То есть опять, если я хочу выделить только слово «итого», тогда я буду выделять столбец «б». А если я хочу выделить полностью строчку, ну, вот как у нас есть данные типа «две ячейки», тогда я выделю также в табличке непосредственно два столбца. И иду также в условное форматирование, создать правило с использованием формулы. Соответственно, равно. Ну, во-первых, чтобы понять, в какой строке мы находимся, у нас всегда есть функция, которая так и называется «строка». То есть если я возьму просто функцию строка и, например, сошлюсь на ячейку, то тогда что у меня будет получаться? Ну, опять доллару двоечки уберу. Тогда в ответ эта функция мне бы сейчас выдала просто «ячейки B2» – это вторая строка, соответственно, в B3 – это третья, да, и так далее. Отчасти тут даже все равно, какой будет столбец B, могу зафиксировать, могу не фиксировать, потому что ячейка C2 тоже выдает номер строки второй. Но как мне задать то, что мне нужно каждую 13-ю сейчас ячейку, да, у нас 12 месяцев, а 13-ю я хочу форматировать. Или там можно сделать хоть каждую вторую, третью, тут принцип особо не будет меняться. Есть у нас функция, которая называется «остат». «остат», ну, сейчас, если что, выйдя из этого окошка, я покажу, что она, ее тоже можно будет, если вы не помните, что писать, посмотреть. То есть функция «остат», она вам как бы, ну, определяет, есть ли остаток при делении на какое-то число. И вот мы проверим, что если у нас деление на 13 проходит без остатка, то есть значения остатка нет нашего остатка, да, то есть 0 будет выдавать ответ этой функции, то мы хотим, чтобы наша строчка, вот в рамках нашей небольшой таблички, у нас оформилась. Поэтому у нее первый аргумент, мы в данном случае указываем наше число, это номер строки, а второй аргумент мы хотим сделать кратные 13. Тогда мы задаем число 13. Ну, и если результат деления, то есть остатка не будет, это значение будет равно 0, тогда мы хотим, чтобы он нам оформил. Ну, вот сейчас я покрашу каким-нибудь цветом, ну, пускай будет, не знаю, синенький. Но сейчас мы увидим, что он покрасит согласно тому, как я написала правильно, но это пока еще не будет решением нашей задачи. То есть вы видите, что он сделал. Он четко на листе каждую 13, ну, как бы по циклу строчку нам оформил. Ну, если были бы дальше выделены, так же дальше бы ушло. Почему так произошло? Ну, причина очень проста. У нас табличка начинается не с первой строки, да, она у нас начинается со второй. А он-то что делает? Он считает, естественно, номер строки на листе. И тогда, чтобы нам с вами правильно попасть в наши данные, ведь считаем, что в первой строчке, как полагается, обычно заголовок присутствует, мы просто что сделаем? Мы ему скажем, что ты определяй номер строки, как он есть, да, но из него еще вычтем единичку, потому что у нас с вами вверху есть одна лишняя строка. И теперь скажем окей. И когда мы скажем с вами применить, то в результате мы с вами получаем как раз-таки четко каждую 13 строчку оформленную. То есть мы просто сказали ему, что вот эту вот первую строчку, на нее внимания обращать не нужно. Вычли единичку, ну и тем самым типа как подтянули табличку наверх. То есть просто сами вручную сделали небольшую такую вот корректировочку. Ну а сама функция остаток, она просто вот проверяет, если так просто я ее введу, да, то она, вы видите, вы берете число, да, вот, к примеру, если я даже возьму здесь, здесь снова напишу, как у нас была строка, да, от ячеечки B2. И вот если как мы брали, делить на 13. Ну, даже давайте для удобства я это здесь сделаю. То есть вы видите, она говорит о том, что вот видите 0, да, то, что нет никакого остатка. И поэтому, когда мы с вами здесь в формуле подписали минус 1, то мы сделали эту корректировочку, и уже у нас этот 0 появлялся непосредственно в ячейке нужной нам. И дальше все то же самое. А еще иногда, если какие-то формулы вы с ними не сталкивались, тяжеловато писать, то в принципе вы можете как поступать? Прямо где-то там справа, слева от вашей таблицы, ну, где вам будет удобно. Прямо здесь брать и прописывать, по сути дела, те условия, которые вы там задаете. И, соответственно, в ответ вы будете получать либо слова ложь, либо истина. А потом вы можете просто эту формулу взять, скопировать и в то окошко вставить. Ну, и при необходимости, если что, еще подумать о том, где какие ссылки у нас должны быть. Ну, то есть я намекаю на абсолютные, на смешанные, да, или на относительные. Поэтому на самом деле практически много можно различных задач решать с помощью условного формассирования, да. И в большей степени мы здесь упираемся в то, что мы используем тип, который называется использовать формулу, и важно здесь знать множество функций. Чем больше вы знаете, тем легче, ну, и быстрее, и, в общем-то, вы можете решить многие задачи. Можно выделять стручки в табличке, где, например, последние, там, не важно, три символа, либо равны определенному значению, либо вы еще его определяете и так далее. То есть все в первую очередь упирается в знание функций. Поэтому чем больше знаем, тем быстрее все решаем и, соответственно, получаем результаты. Сама по себе, естественно, сам по себе инструмент условного форматирования, он готов лишь выделять ячейки, которые у вас отвечают тем или иным правилам. Самостоятельно там заниматься правкой, там, даже если у ячейки, в которых у вас ошибки или еще что-то, естественно, он не будет, у него нет на то никаких инструментов. Это условное форматирование. Задаем условия, задаем формат и получаем решение той или иной задачи. Ну, если говорить в целом, само по себе условное форматирование, ну, в таком, в первом приближении у нас изучают на первом Excel, втором, где с использованием формул какие-то тоже примеры мы делаем на втором. Но чем больше вы будете знать различные функции, да, а функций у нас много в Excel, нет ни одного человека, который знает все, невозможно, тем лучше, проще и удобнее. Ну, собственно говоря, как и везде. Ну, я думаю, кто следит за нашими курсами Excel, пока у нас линейка не менялась, то есть первый, второй, третий уровень, Visual Basic, да, программирование, бизнес-аналитика, то есть всем этим можно заниматься при необходимости. То есть нет ничего невозможного, все возможно, чем больше знаешь, тем быстрее получается. Получается. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok